Подружки, пока мы тут наслаждаемся солнышком, у меня важное объявление. А первое объявление сегодня в 9 часов вечера по Москве, вот как раз таки в понедельник, когда вы смотрите этот выпуск, у нас вечером будет прямой эфир. У Иры Воробьёвой, семейного и детского психолога, с которой мы проводили прошлый прямой эфир, на котором, кстати, участвовало плюс-минус 400 человек, у неё появилось свободное время, мы с ней решили не упускать эту возможность и сегодня вечером организовать прямой эфир. С темой ещё не определились, поэтому давайте, подружки, в комментариях напишите все вопросы, которые вас интересуют, что бы вы хотели сегодня вечером обсудить. Любой вопрос, что бы то ни было, развитие ребёнка, отношения с ребёнком, отношения с мужем, там, роды, не роды, развитие женщины. Короче, всё, что вас интересует и что бы вы хотели сегодня с нами обсудить, пишите в комментариях. Я в течение дня буду читать, и мы с Ирой выберем тему для нашего сегодняшнего обсуждения и нашей вот такой вот встречи под бокальчиком вина, в пижамках, скорее всего. В общем, будем расслабляться с вами, болтать в 9 часов вечера сегодня на моём YouTube-канале. Прямой эфир, конечно же, в записи также сохраню. Второе объявление. Я решила продлить розыгрыш второй книги. То есть, точнее сказать, продлить срок этого розыгрыша. Потому что книга ещё не поступила в продажу, она в продажу поступит в начале мая. Многие, кто уже сделал предзаказ, ждите. Будут сообщать о сроках поступления и отправки вам этой книги. А те, кто купил только ещё первую книгу и ждёт покупки второй, вы всё ещё можете поучаствовать в этом розыгрыше. Поэтому делайте фотографии с первой книгой, либо с вашими малышами, либо без малышей, и присылайте эти фотографии мне. Срок участия в этом розыгрыше я продлеваю до запуска в продажу второй книги. Я уже сказала, это самое. И да, мои подружки, кто в Риге, не забываем, что 29 апреля мы с вами встречаемся в торговом центре Domino Shopping в книжном магазине Polaris в 5 часов вечера. Там будет проходить презентация моей первой книги. Очень жду вас. Надеюсь, что вы с вашими малышами сможете прийти на эту презентацию. Мы с вами встретимся и поволтаем. Это будет очень-очень здорово. Так что не забывайте, 29 апреля, 17.00, Domino Shopping, книжный магазин Polaris. Я буду вас там ждать. Ну, а пока мы в Риге наслаждаемся началом лета, потому что вот такую погоду в конце апреля действительно можно уже считать началом лета, когда тепло, светит солнце, голубое небо. Дети бегают, магнолия цветет, и все очень-очень классно. Да. Ты подписал? А на камеру это было видно? Видно, да? Спасибо. То есть ты мне запорол всю съемку? То есть он на фоне писал, да? Да, я писал. Да. Спасибо, друг. Ну, хоть не в штаны. Уже радует. Я помню. Помню, я писал. Я сейчас в камере вот записи посмотрю, где ты писал. Можешь мне не показывать? Я поняла. Я поняла, что там. Да. Слово, доброе утро. Доброе утро после дня рождения. Смотрите, какая красота. Да. Я как бы сама себе создала, так сказать, условия для дискомфорта. Надув 100 шаров на день рождения Рэма. И не подумала совершенно о том, что по итогу единственного человека, кого эти шары будут раздражать, это я. Потому что шары валялись по всему дому. Было невозможно шаг ступить. Они были везде. На кухне, в коридоре, в ванной, в гостиной, в детской. Короче, везде, да? И было не пройти. Ну, в общем, сегодня я решила утро начать тем, что я сделала вот такую вот гирлянду. Повесила ее на потолок. За ней у нас еще с Рождества и Нового года осталась гирлянда световая. Ну, и, собственно, вместе, мне кажется, для детской комнаты очень даже прикольно все это выглядит. Потихонечку эти шарики будут сдуваться. Некоторые уже там что-то подсдулись. Но ничего, нам нравится. У нас все еще торжественное, так сказать, праздничное настроение. И мы, что мы, начинаем наш день. Мы с детьми часто отправляемся в длительные путешествия на машине. И как раз таки во время таких путешествий здоровье детей требует особого внимания. И после последней нашей поездки младшего ребенка стала беспокоить боль в животе. В такой ситуации очень важно действовать оперативно и не тратить время. Поэтому я пользуюсь приложением на поправку. Здесь поддержка врачей 24 на 7. А это означает, что даже ночью я могу в чате написать свой вопрос и получить качественную рекомендацию, как действовать в той или иной ситуации. Нет необходимости в предварительной записи. Если есть вопрос, сразу сдаю его в чате, а врач быстро подключается к диалогу. На поправку позволяет искать врачей, записываться на приемы и обследования в клинике и также консультироваться с врачами на русском языке из любой точки мира. Это особенно удобно в отпуске. Также доступны отзывы о докторах и бесплатные медицинские статьи от врачей. Меня приложение здорово выручает, когда нужно расшифровать результаты анализов или уточнить дозировку назначенного лекарства. И также, если я забыла о чем-то спросить врача на приеме, на поправку поможет и в этой ситуации, потому что вопрос я могу задать в чате, и на этот вопрос я получу ответ мгновенно. На поправку очень удобное приложение для молодых родителей, потому что по каждому чиху или кашле ребенка по врачам не набегаешься, а в этом случае врач доступен 24 на 7. Консультироваться можно по сну, грудному скармливанию, питанию, витаминам и другим важным темам. Одна подписка позволяет консультироваться сразу по нескольким пользователям, а это очень удобно для семьи. Стоимость одного месяца 899 рублей, а если подписываться сразу на год, то цена одного месяца 499 рублей. И что очень приятно, если сервис не понравится, то всегда можно отменить подписку и отправить запрос на возврат средств. Так что обязательно попробуйте. Главное помнить, что онлайн-консультация – это не альтернатива очному приему врача. Врач онлайн – это профессиональная помощь, когда вы не знаете, что делать и как быть. Специалисты быстро сориентируют и проконсультируют, что нужно делать. Если нужно к врачу, то к какому? Если нужны обследования, то какие и почему? А после обследований – что с ним делать и куда отправиться? Проходите по ссылке в описании этого видеоролика, воспользуйтесь моим промокодом МАТЬ-ПЕРЕМАТЬ для того, чтобы получить скидку 25% на первый месяц вашей подписки. Так, ну что ж, мы собрались. Едем вот этому человеку паспорт менять в другой город. Тукумс называется. Да, и можете меня поздравить. Маш ребенок, в принципе, сегодня оделся сам. Прикид называется «Мне все пофиг». Я вот что увидел, то и взял. Шапку выбрал. Кроссовки непонятно откуда Рэма тоже достал. А штаны тоже, ну, как бы я уже смирилась, потому что, ну, вот самостоятельность называется. Так, ну что ж, мы приехали. Прикид был немного подправлен матерью. Здесь все осталось, как было за исключением. Ну, вот это все такое. Маленькое. Такое чистенькое, маленькое и прекрасное, да? Маленький городочек. Смотри, цветочки. Пойдем посмотрим. У нас, в общем, по времени еще 10 минут. И мы можем чуть-чуть здесь погулять. Вот тут вот эта башня. Короче, экскурсия у нас будет по тукумсу. Обалдеть. Вот. Больница. Рынок. Кстати, рассказ, пока мы тут ждем. Грант вчера мне выдал. Финт. Давайте быть здоров. Короче, нормальный ребенок был. Все было в порядке. Мы в гимнастике, он поспали. Вдруг ребенок просыпается. И что-то он как-то капризный. Начинает плакать. И тут я чувствую, что он что-то дрыгается. Понимаю, что сейчас будет рвать. Короче, по итогу. Вырвала человека три раза. Вот прям блевал-блевал. Третий раз уже блевал так, что вот как бы нечему. Вот знаете, вот как вот прям рвет, когда неприятно. И понос. Один раз. Как пробрало. Я думала, ну все, капец. День до нашей поездки. За паспортом. Точнее сказать, оформлением паспорта. Малыш вот так вот взял и это. И сдался. Да, скажи. И что? Я уже подумала, все. Какая-то ротинфекция у этого сопли. Ну, в общем. По итогу, после нашего третьего вот этого вот припадка. Все нормально. Человек полежал чуть-чуть. Причем лежал он как тряпочка. Зеленая, синяя. И вообще, я уже врачам всем позвонила, кому могла. Во всех приложениях вопросы все задала. Пять минут прошло, а ребенок все счастлив и доволен. Улыбается, пошли на улицу гулять. Сегодня вот живет здорово, все хорошо. Так что подруженьки. Вот такие вот ситуации бывают. Кстати говоря, вот приложение на поправку нам тоже в этом сильно помогло, потому что педиатр тут же и сразу подключилась. Я звонила изначально, конечно же, своему педиатру. Она уже не работала. Дежурный врач в клинике был. Но там пока до него дозвонишься, он был на приеме, поэтому это... И еще вариант в скорую звонить. Вот. Ну, я одновременно начала писать в чате. Доктор меня очень хорошо проконсультировал. И, собственно, все. За всеми симптомами наблюдали. Ничего такого ужасного еще не заметила. Ну, дополнительно. И по итогу, короче, пришли в себя. Молодец, говорит, это Тути. Так, а ты сопливый пузырек. Ты знаешь, у мамы? На следующей неделе еще презентация, блин. Помимо того, что ты тут у меня шмыгаешь, еще меня заразишь. Я тут это... Не самая, конечно, мать года. Ну, как бы, как есть. Работать не надо. С подругами встречаться, книгу презентовать. Болеть мне нельзя. О, пушистика нашел. Покажи. Подожди, в ручке покажи. Ой, какой пушистик. А еще зацените подарок от моей мамы. Мне на день рождения. Вот такой крутой рюкзак я выбрала. Он у нас. Типа джинса. Наверное, джинсы. Но такой красивый, молочный. В общем, на лето само то. Складывайте ваши подгузники. Идет, что-то ругается сам с собой. С кем разговариваешь, мелкий? Я мелький. Ты не мелкий, а кто-то? Я паук. Ты паук? Я. Эй, паук. А что злой такой? Паук. Что злой? Потому что я паук. Короче, идет, что-то орет. Паук злой. Так, паук. Паук злостный. Потребовал рюкзак со всеми своими игрушками. Бутылку воды туда положил. И потопали. У нас еще минутка осталась до того, как получить номерок. Можно будет. Так что мы сейчас дойдем. Возьмем номерок и еще кто-то злой все. Так, подружки, ну что ж. Мы счастливые люди. Мы справились. Приехали вовремя. Все сделали вовремя. Это фейдер же заранее. Я уже не знаю, кого благодарить. Но я точно знаю, что я очень счастливый человек. И спасибо вселенной, Богу и всем добрым силам, которые нас хранят. И несмотря на всякие сложности мелкие, жизненные, естественно, все равно как-то нам все время везет. И у нас все получается на лучшем способом. Так вот, мы приехали в службу миграции и гражданства, как она там называется, в общем. Я записала ребенка, и каждого человека нужно записывать индивидуально. И так как окошко было одно, то, естественно, я записала Рэма на получение нового паспорта. Ну, у него он и закончился. У Гранта паспорт заканчивается в сентябре. То есть, в целом, с Грантом ничего как бы критичного не случилось. Мы могли спокойно там летом приехать, заранее записаться где-то там на август. И, собственно, в Риге этот паспорт поменять. Но, сами понимаете, матушки, что каждая поездка с детьми – это прям приключение. И ты никогда не знаешь, что приключение будет гладким, либо оно будет вот прям… И состоится ли оно вообще. Потому что дети, как я уже говорила, в последний момент так и норовят что-то там какой-то финт выпить. Так вот, мы пришли. Я даю паспорт. И, кстати, у меня ID-карта тоже закончилась. Она закончилась уже давно. В общем, я, значит, даю Рэма паспорт. И так спрашивала, скажите, пожалуйста, вот вы, может быть, за это время мы не могли бы успеть, может быть, обоим детям паспорта поменять? Она такая, ну, посмотрим. Я вижу, улыбается. Я понимаю, что благоволит к нам женщина, и она вот прям очень-очень добрая. Вот. По итогу мы сфотографировали сначала Гранта на паспорт. Там на месте все это делается. Чудная совершенно фотография вышла. Потом фотографировали Рэма, и как-то там со всей этой беготнёй, суетой их же нужно ещё удерживать, то одного, то второго. Они там как бы всё интересно. Там кабинет к директору забегали, и что они только там не делали. Так вот, значит, пока мы там суетились и пытались угомонить этих детей, или, по крайней мере, в кучу их собрать, она заметила, что она не внесла в паспорт Рэма отметку о том, как пишется его фамилия на английском языке. То есть эта транслитерация, она нужна обязательно, чтобы у нас на английском языке совпадали фамилии. Вот у детей с родителями у всех была она одинаковая, это очень важно. Мы переделывали паспорт Рэма, то есть пришлось его усаживать, ещё раз фотографировать. Так, к слову, Гранта фотографировала я на коленках, то есть сама сидела вот прям вот сбоку, отклонялась назад, чтобы не попадать в камеру Гранта, держала вот в направлении камеры, и, собственно, как-то махала там рукой, показывала, куда смотри, где птичка вылезет. А Рэм сидел на коленках сам, на стульчике, то есть ему нужно приподняться, руки отдыхают, личико нужно прямое, ну, собственно, эти фотки делать. У Рэма получилась фотка, вот пол такая, вот поцелуи, у Грантика там тоже приоткрыт рот. Ну, короче, фотки годные, годятся на паспорт, поэтому переделывать уже не стали. И как бы Рэму пришлось, единственное, пообещать две чупа-чупа за то, что он сфотографируется повторно, потому что никак он не мог усидеть и вот этот момент поймать, чтобы личико, оно прям вот смотрело в камеру, глазки, ротик, всё вместе в кучу, чтобы было бы правильно. В общем, по итогу всё сделали. Обоим малышам паспорта новые оформляются. Мы должны приехать во вторник, сегодня, чтобы вы понимали, пятница, пятница. То есть во вторник мы должны приехать и получить два новых паспорта. Это срочный режим. Да, за срочность 30 евро каждый паспорт получился. И если в фоне видите, не знаю, то Грандотатутя тоже получил чупу. Я в зеркале за ним наблюдаю, поэтому кто волнуется за детей, которые могут там подавиться, всё такое, не волнуйтесь. Я своего ребёнка знаю и за ним в зеркале наблюдаю. Вообще за детей всё время наблюдаю. Кстати говоря, слава богу, что мы его сфоткали первого, потому что как только мы его сфотографировали, он пошёл там к столику рисовать, лицо было всё в синем карандаше. Там царапину на лице тоже вы, я надеюсь, видите. Это он заехал ручкой, пока там носился, схватил ручку и заехал себе в щёчку. Ну, короче, вот так вот. Неугомонные у меня пацаны, но справляемся как можем. Но самое главное, что справляемся, правильно? Короче, счастливые, едем домой. Да, во вторник детей брать с собой не обязательно, но, скорее всего, я их буду брать с собой, потому что оставить мне в рабочих день их не с кем. Ну, ничего, поедем. Как раз у нас будет время сна. Я думаю, что они поспят в машине, пока я, собственно, доеду. Но там уже будем смотреть по ситуации. Так что вот так, подружки, ура! Два паспорта, всё, сделано. Гениальный ребёнок. В общем, всё было прилично. И всё было плюс-минус нормально. Мы приехали из Токумса, как это... Ну, в общем, нормальные люди. Но маме позвонили, и нужно было маме сделать дела по телефону. И случилось тем временем вот это. Покажи мне руку, пожалуйста. Ну, короче, вот случилось вот... Вот это лицо. И вся наша чистая одежда, она просто превратилась... Ну, в общем, вот-вот-вот-вот-вот в этого чернозём! Ну, если вы думали, что они просто так там как бы дурачатся, нет. Они работают над запуском речи, отрабатывают слово «кака». Так, мы сегодня решили встретить нашу Ома с работой. И гуляем тут. В лес пошли. Ой, маленький лесник! Вот это деревенщина! Автобус, интересно, скоро приедет или нет? Да. Да. Ну, в общем, у нас тут сельская жизнь вся прекрасна. Что может быть лучше, чем вот это вот? Вот это вот. Вот это прекрасно. Вот это прекрасно. И мелкий пошёл к столбу. Куда скажи? В кусты столб нашёл. Вот что может быть лучше, чем этот столб в детстве? Ой, какой интересный столб! Офигеть! И вот это вот всё, вот это сюда залезть. Ой, как классно! Так, куда полезем? Ой, ой! И шлёпнулись! Да? Молодец! Молодец! Паук! Автобус едет! Паук! А у нас поздний вечер, лучшее время, где играть и собирать лего, это ванна. И мелкие вот сидят и собирают лего. Так, ты чего тут собрал? Кит! А, это кит у тебя огромный. А посерединке у него фонтанчик, да? Да, вот! А, плещется водичка, он дышит и воду выплёвывает, да? Точно! Ну, в общем, собираем лего, сидим, тусуемся. Ещё очень прикольная игрушка, наконец-то она как-то вот нам зашла. Это вот такой вот этот манчкин окулёнок в круге, который крутится воде. Нужно его заводить при помощи того, что мы прокручиваем хвост. Сейчас одной рукой тяжело, но покажу. В общем, Ран научился, как его запускать. Вот и наш окулёнок. Поехал! Вот такая вот прикольная игрушка. Заодно можно и этих ёжиков наших побыть. Потому что ёжики вечно какой-то пыли, вечно грязные и замызганные. А так хоть мы их воду опустили, и они тут у нас чистенькие стали, да? Да. На, я здесь. Будешь выходить? Буд. Ещё будешь купаться? Да. А ты гарантирую. Будешь выходить из воды? Кашу кушать, пойдём? Да. Отлично. Пойдём кашу кушать. У тебя тут что-то в зубе зацепилось. Ну, супер. Пойдём кашу кушать. Башня? Это башня? Гранд? Это башня? Что это? Башня? Смотрите, какое у нас там небо. Слушайте, какое-то сумасшедшее. Розово-синее. Такое красивое. Офигеть. Вот это. Удивление, однако. Чё удивился? Гранд, да, Туча? Да. Тук-тук-тук-тук-тук. Что? Ой. Тук-тук-тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук ну куда ты его засовываешь ну ты конечно же большой это понятно ну вот теперь как-то спокойно будет маня вкусно можно помешать корица вкусная корица сегодня у нас вечер вкусняшек от нашей ома самую вкусную кашу на свете с корицей с маслицем на дням-ням-ням-ням-ням корица это ка-ка-ри-ца корица каша с корицей да скажи вместе каша с корицей каша с корицей точно кашу с корицей сразу вытирать предотвращать катастрофу вкусно ну прекрасно смотрю так давай не балуйся кушай сейчас уже пойдем после каши зубы чистить и спать сегодня вы заплескались поэтому мы сегодня быстренько почистим зубки и спать еще носик надо починить не дышит and ложка в мисочке не балуйся ты покушал молодец все уже пойдешь хорошо ты еще кушай молодец ты все покушал вкусно было скажи да вкусно вкусно уже 10 раз просила да хорошо все давайте пойдем зубы чистить так ну что все зубы начистили в комнатке у нас вечерние наше вот расположение вот такое вот рема кроватка под нашими красивыми шарами которые подсвечиваются огоньками грантика манеж пока здесь грантик спит манежу потому что место у меня для второй кровати нет место правда там очень мало но зато уютно да скажи наш красивый диван стоит мне его девать некуда поэтому собственно тут у меня и в детской стоит так все закрываем окошко погоди закрытое само окошко что мама забыла все окошко закрываем занавески закрываем до малыши все готовы спать пойдем сегодня отправляться сегодня что-то вы попозже у меня со всеми нашими купаниями и и и и гуляниями спать уходите мне одновременно обычно гранд раньше ложится сегодня пойдете вместе так все давай подделка забирайся все англичане давай сегодня тучу тут у меня слова но вы придумаешь два ложись на подушечку головой пить одеялка 2 оделка что-то делаешь ой ты отдыхательный мой петелёчек так 2 петелёк все поцелуй братика спокойной ночи скажи спустил спокойной ночи давай маленький монстрик забирай чашечку у него сейчас будет орать так у нас тут вот какая история мы грантика отучаем от 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 молока перед сном до отсоски уже отучили теперь от молока отучаем поэтому у нас сейчас как вот такой вот промежуточный вариант теплая вода теплую воду как раз таки прекрасно можно попить на скази человек хорошо себя чувствует и готов спать так давай в кроватку так маму кита включаем мама кит будет пить сейчас нас тут вообще эффект прекрасный потому что у нас еще есть наш черепаху и мы включаем черепаху без музыки но просто с морскими волнами одна стоит тут другая здесь от дивным образом выключаем свет да сейчас посмотрим у нас тут на полно да здесь яркость полная а здесь чего все дверку закрываем я сейчас покажу если дверь закрыть что происходит какая магия в комнате у детей перед сном закрываем дверь и вот она вся комната весь потолок вот происходит вот класс нравится тебе твой черепашкой кит тут как бы самой каждый раз хочется привлечь все малыш давай ложись на подушку под одеяло пока богу пока мой любименький давай засыпай малыш это кратик тоже все засыпай все засыпай малыш все котята пока пока спокойной ночи все подружки пока пока пока